Слово Слово Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вновь ждет нас древняя книга «Пролог». И вот какое удивительное наставление она нам предлагает. «По одежде встречают, по уму провожают», говорят у нас в народе. В этом есть своя мудрость, истоки которой мы находим в глубокой древности. Как-то раз один из блистательных восточных царей устроил роскошный пир. На нем присутствовал и его сын, облеченный в дорогие одежды, отделанный красивым мехом. Стоял этот юноша и буквально потрясал этими мехами, желая удивить приглашенных гостей. Но, к счастью, среди присутствовавших был и один мудрец. Тихо подошел он к царскому сыну и, как бы между прочим, заметил. «О, сиятельный царевич! Не подобает тебе хвастаться одеждами. Сам посуди, вчера эти меха носил баран и старался величаться ими среди овец. А сегодня носишь их ты, и со стороны своим поведением ты нисколько не отличаешься от того бессловесного животного». За такой ответ юноша поклонился мудрецу в пояс и поблагодарил его за вразумление. Еще более поразительный случай имел место в Древней Греции. Знаменитый полководец Филопомен, перед доблестью которого трепетали даже воинственные спартанцы, как-то раз был приглашен в гости к одному влиятельному вельможе. Хозяин решил устроить полководцу незабываемый прием. И потому в сопровождении многочисленных слуг лично отправился в город за изысканными яствами. Филопомен же, изрядно устав от всеобщего почитания, переоблачился в одежду простого гражданина и в таком виде пошел в гости без всякой свиты. А так как солнце стояло уже высоко и сильно припекало, то он ускорил свой шаг и пришел в дом вельможи раньше назначенного срока. Никогда раньше не был здесь, а потому никто из домочадцев вельможи его попросту не знал. Когда Филопомен постучал в ворота, открывать вышла хозяйка, супруга того вельможи. Бросив взгляд на человека в простой одежде, она решила, что это один из слуг знаменитого военачальника, который послан перед ним, чтобы объявить о его скором прибытии. Недолго думая, приказала она ему взять топор и нарубить дров, чтобы весь вечер поддерживать огонь в печи. Филопомен, как ни в чем не бывало, взялся за дело, которое у него весьма спорилось. Через некоторое время посланные наперед глашатые возвестили о возвращении хозяина. Тот вошел к себе во двор с блеском и помпой, как и подобало державному сановнику. Но, оказавшись на пороге дома, вельможи едва не лишился чувств. Ведь всего в десяти шагах от него трудился, не покладая рук, его высокий гость. Он так увлекся своим нехитрым делом, что сначала даже не заметил прихода хозяина. «Кто осмелился дать такую работу Филопомену?» С ужасом и гневом вскричал вельможа. «Моя одежда!» – с улыбкой ответил ему полководец. «И подружески его поприветствовал». Здесь не лишне добавить, что даже великий цезарь Октавиан Август, в правлении которого родился на земле Господь наш Иисус Христос, облачался в весьма простую одежду, которую своими руками ткала ему либо жена, либо сестра, либо дочь. Но к чему столько примеров из мира языческого, по праву спросит кто-нибудь. Да к тому, что лучшие из язычников, хоть и не ведали они истинного Бога, могли в некотором смысле послужить образцом для христиан. Ведь не гнушались они ни простой одеждой, ни черной работой. И в назидание нам оставили много полезных примеров того, как следует относиться к одежде. Посему и церковь нередко включала эти замечательные повествования в свои книги. Среди многочисленных православных святых нет ни одного, для кого золототканная одежда что-то значила. Напротив, подлинные христиане бежали от роскоши, как от огня. Хочешь ли получить дорогую и нетленную одежду от Бога, говорили святые отцы, заслужи ее на земле своим милосердием. И на веки вечные покроет она не только твое тело, но и твою душу. Будем, друзья, и мы помнить об этом. Храни вас Господь!